Я собираюсь рассказывать довольно много сейчас о разном, и поэтому призываю господслужащих задавать вопросы сразу по ходу дела, потому что если предполагать, что вновь будет сдаться консерекцией, то консерекцией забыть, о чем вы хотите спросить. Так что давайте попробуем. Значит, название имеется, теперь по первой картинке. Наглядная демонстрация того, о чем идет речь, точнее один из случаев такого гибридика. Здесь нарисована операционная зависимость тонкой пленки металла галлия, внесенная для гибридического подложка, с потокцией температуры. Ну и толщина этой пленки меняется в довольно узком интервале, это в 12, чем там, если прямо здесь, в 14,5. А здесь сопротивление мыло ритмической шкали. Вы видите, что вот эти, которые ищут потолще, становятся сверхпроводящими, сопротивление уходят в море, а те, которые немножко потолще, сопротивление уходят в бесконечности. В масштабе здесь изменения было, как видно, 4 порядка. Все это происходит при совершенно, казалось бы, ничтоженном изменении толщины металла. Но логичная история даже еще больше надрывает. На правой картинке здесь я тут был гибрид с ленцами. Вот это основное, что было обнаружено довольно давно. что называется переходом, лагерный переход сверхпроводящихся. Теперь имеется на самом деле куча разных, качественно разных ситуаций, когда находятся в море. И я стараюсь их обозреть. Я имею в виду, представляете, как последовательная теория проявления с выводом всех формул, что он не теряет, как он ведет, наверное. Но хочу показывать, какие характерные экспериментальные данные. И вам нужны такие качественные или полу-качественные соображения от этой двери. Ну, еще можно заметить, что свежий обзор по этим вопросам недавно был публикован в Украине. И желающие вполне могут намного полезного найти. Итак, значит, первая лекция. Вот здесь вот примерно перечислены ее совершения. Не знаю, правда, откуда я успею добраться. Значит, ну, во-первых, я забыть несколько слов по поводу вообще неупорядоченности непроводников, основных фактов. Затем я объясню, какие существуют три, как не смешно, основных типа этих материалов, различных интересов, различных типов. И про два из них пытаются в течение первой лекции рассказать. Ну, а третий будет и вторая. Если, конечно, этот план окажется юристичным. Значит, по первых. Ну, я не буду следовать традициям делать введения от Адама. Полагаю, что с такой сверхпроводимость вообще узнать. Теперь, если это ошибка, то, значит, сразу вопросы. Не-не-не. Ничего не проводит ЭСП, ничего не будет. Это все низкотемпературное сверхпроводимость. И более того, значит, никаких там аномальных спариваний, никаких там сложных параметров. То, что будет, это обычная сверхпроводимость в новых условиях, когда этот сверхпроводящий материал имеет очень большое сопротивление. И это самое сопротивление, ну, в нормальном состоянии, это сопротивление начинает сильно влиять на сверхпроводящие сходы. Он вам обычно так и говорил, что сверхпроводники, они вообще имеют большое сопротивление. Так вот, сегодня говорит Артурикан по данному механизму. Ну, а потому что сверхпроводимость... Ну, если бы обычная сверхпроводимость, например, на кашу, то эффектно нормодействие. Поэтому при высоких темпе, при более прочном сверхпроводе... А, нет-нет, это может быть правильно, но мы имеем в виду разные области. Вы говорите действительно про сопротивление в области комнатной температуры или чуть ниже. А я имею в виду остаточное сопротивление. Когда металл охладили до, не знаю, 10 градусов, Хельгер, там никаких фанонов уже не существенно. Есть остаточное сопротивление изобретений. А дальше охлаждаем еще и смотрим, он переходит в сверхпроводник, или, наоборот, устанавливается изобретений. Так вот... Значит, первое утверждение по полному влиянию беспорядка на сверхпроводимость было сделано вот в этих классических работах Брикосова и Горькова и Андерсона. Единственное в том, что беспорядок, который, например, приводит к тому, что длина свободного пробега электронов на трипусе, может стать гораздо меньше, чем размер температуры пары, но, тем не менее, на температуру сопроводящего перехода это не влияет. Ну, влияет это на то, что меняются теоретические магнитные поля, и, соответственно, глубина поникновения магнитного поля в сверхпроводник, но температуру перехода и к черно-магнитическому спектру не меняется. Это утверждение имеет конечную область применения. Именно она основана на предположении о том, что все-таки длина пробега гораздо больше, чем фирменская длиннолома. То есть для электронов применимо хватит классические приближения. Поскольку мы считаем, что параметр очень большой, действительно действует этот результат, который получил стандартное применование Теремио-Андерсона, хотя надо сказать, что Горьков и Горьков это писали раньше, но их, кстати, понять было гораздо труднее, чем Андерсона, и поэтому так получилось. Значит, и новые явления возникают, когда это неравенство нарушается, когда длина пробега становится сравнима из одной волны, и, иначе говоря, безразмерное сопротивление металла, которое вот это вот же, значит, что такое? Это есть просто сопротивление, ну, великопроводность на единицу объема помножить на длину нередности поводника в степени, которая там есть единица, если это, например, объемная прозрачность, или есть тут нумерный, если в этом случае вообще нет, ну и помножить на арокопроводное сопротивление, h1 квадрат, который имеет величину, у нас жизнь немалая. Значит, в этом величина, среднейшина большая, это то же самое, как высказывается, что выполнено, то есть классическое продвижение, если оно не выполнено, то есть на фоем области, когда безразмерное сопротивление становится порядка единицы, то есть уже утверждение, доказанное классиками становится неприменимым, возникает нечто новое, с чего мы, собственно, и будем обсуждать. Сейчас оборудование. Теперь я поясню, кстати, заодно, а тут, собственно, это утверждение берется в области, таким простым образом, там где-то применимо. Вот это написано в уравнении, определяющее точку, как проводящего треугу, дельта, а дельта, параллельно, соответствующий параллельный парень. То есть надо, вот это ядро k, зависящее от двух ординат, она выражена через собственные функции электронов без взаимодействия. Есть электроны с кинетической энергией, вообще говоря, с каким-то еще случайным потенциалом, и в этой электронной задаче находятся собственные функции, находятся собственные значения энергии против C, и строится вот такое литро для интегрального оператора. Значит, когда этот оператор приобретает электричное значение, в неправильной устойчивости появляется электронов. А электронов зависит от температуры, вот через температуру выходит. Дальше, обычно, в случае, который относится к классическим пределам электронов, можно считать, что по порядку координация нам зависит. Во-первых, движение вообще не зависит. Тогда, значит, мы понесли объектатор R' наружу, видим, что здесь интеграл R' и ядра, а здесь у нас стоит произведение одной собственной функции. Мы интегрируем R' и видим, что из ортокональности здесь R' . Здесь у Тесла тоже R' . И мы получаем... Мы немедленно приходим к стандартному управлению на теорию Каши. Важно, что мы предположили, чтобы получить что-то порядок, который образуется однородно. А, это плотное состояние. А, это плотное состояние. А это? Почему это 0? А, ну это, я имею в виду 0, это энергия отсчитана от уровня фермы. Значит, плотное состояние на уровне фермы. Ну, потому что здесь написано суммирование по собственному состоянию. Дальше я перевожу к интегрированию по энергии около уровня фермы, и, соответственно, помножу на слотное состояние. Так, ну ладно. Значит, теперь, как я уже сказал, есть разные ситуации. Три основных типа, на самом деле, существуют материалы, которые происходят при вращении спортоводящего состояния периодическое при изменении параметров. И эти три типа таковы. Значит, один случай, когда есть грязный металл, металлический сплав. Лучше сказать, ну, характерным примером является, например, сплав Олимдена и Германа, который имеет плотность электронов, такую, как в обычном металле, и при этом он доволен сплав, в котором сопротивление может быть в виде тонких плёнок сопротивлением на квадрат этой плёнки в несколько кВт. т.е. не очень далеко от квадрата принято. И вот здесь, когда мы для отверла с определением квадрата уже утверждение независимости температуры перехода от сопротивления плёнки становится неправильным, оно начинает зависеть сильно и, в конце концов, подавляется. с темой. Отлично. тип номер раз. Тип номер два. У нас имеется самый обычный предпроводящий металл. Ну, например, реминиф или свинец, не важно так что, но в виде маленьких астротов мегранул субмитрованного размера. Внутри каждой гранулы имеется мгновенное сопротивление. Однако связаны эти гранулы между собой плохо через туннельные контакты относительно большого сопротивления. и вот именно это мегранулное сопротивление может быть порядком. В этой области опять-таки может произойти фазовый переход. Хотя каждая гранула свинопроводящая, но весь массив в целом не электрический. Ну, а может, он будет всем пользоваться. Наконец, третий и не менее изученный вид таких веществ это, когда мы имеем дело с плохим металлом, у которого не только большое сопротивление, но еще и нормальная низкая плотность носителя. Ну, проекты мы собираемся на вторую лекцию. Теперь вопрос о первом типе типа сплава с Германией. Ну, это не единственный пример. А во всяком случае, много электронов тем и менее, что плохая проводимость это чем условно? Клокализация? Тем, что нет даже никаких следов исторической структуры, там морфный сплав, в котором этот самый плен в Германии очень хаотически разбросан, и поэтому очень сильное рассеяние на беспорядки. Там еще нет локализации но сопротивления уже довольно близки к главному пределу. Так. Хорошо. Значит, соответственно имеется соответственно, вот этим трем описанным здесь ситуациям имеются три механизмы. Я, правда, их только переставил на порядок, надеюсь, что не забуду речь. То, что написано здесь первым, это аннулированные системы, которые в будущей картинке были вот здесь. И здесь речь пойдет о конкуренции слабой традиционной связи между электронами и зарядовой энергией, которую нужно преодолеть, чтобы перенести внутренний парус на остров. В случае тонких энергетических пленок механизм совершенно другого и он состоит в том, что притяжение между электронами, которое условно фононами, но надпомнишь ли есть вообще-то еще куломовское взаимодействие. Проблемость бывает в том случае, когда куломовское взаимодействие ослаблено до такой степени, что при нескольких энергиях так, что фононное притяжение превыше. Однако значит фононное притяжение оказывается сильнее, чем отталкивание на энергиях порядка и ниже, и создается водящее состояние. А при самых низких энергиях в грязном металле куломское гармонистос вновь усиливается. То есть в результате притяжение, которое действует между электронами, становится слабее и температура уменьшается. И это механизм, который относится друг. То есть на самом деле просто некоторая модификация обычная теория Баргана и Горшрифера, которая состоит в том, что притяжение между электронами оказывается само зависящее и сопротивление той же церейной полночи. И это следующее еще над на шартово-молчевский локарит я вам скажу в своем речи. Ну и наконец третий сюжет будет посвящен второй лекции комплиенции между выгрузкой спаривания и локализацией в этом случае все происходит вообще без участия в локализации и так во-первых начнем вот с нулевыми решетками вот здесь вот видно пар не так что это происходит вот здесь изображен набор гранул 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 большой в подобных величинах вот это гораздо больше длина волны и там есть какой-то диаметрический матриц соответственно имеется проводимость случайно распределенное вещество давище расстояние между ближайшим образом ну тут надо еще наверное полезно иметь в виду какие-то различные технические масштабы полезно энергии связанные с внесением заряда электрона на эту грану внешне высокой емкости она имеет радиус а на а теперь есть другой масштаб вот расстояние типичное расстояние между уровнями электронной энергии содержит объем объем но это многосостояние значит при диаграмме которые имеют большие атомы масштабы всегда вот это расстояние гораздо меньше чем бонуская энергия но кроме того есть еще один важный генетический масштаб вот такой это h поделить на типичное время диффузии электрона по грану вот эти масштабы в таком виде расположен теперь здесь имеется связь между гранулом установим безразмерность проводимости будет у вас облачаться гранулом так хорошо теперь проводимость на гранулом до каких собственно размеров можно уменьшать гранул так чтобы понятие о спецпроводящем состоянии имело смысл ну иногда приходится слышать мнение что надо чтобы эта самая гранула была не меньше чем длина геренности сверхпроводники то есть размер пуперсов пара это утверждение неправильно совершенно гранул не имеет действительности можно иметь совершенно нормальную сверхпроводимость гранул размером гораздо меньше чем геренности это означает что темпирскую карту будет меньше размером а собственно говоря то же самое по сути происходит если сверхпроводящий металл загрязнять примесями и делать в нем малую длину пробега от этого как интересно и длина и мелкость значит как это выглядит ну и на самом деле дельта ну вот у нас есть уравнение на сверхпроводящий параметр дельта ну вот еще и теперь это константная связь это суммирование по уровню в данном случае дискрет так вот и в конечном разуме а это электронное состояние да тут правда у нас упечатало потому что здесь эпсом а вообще-то может быть ксик ну и здесь эпсом в общем это одно длину теперь дискретного спектра уравнения надо писать таким образом а стандартный результат мы получаем в том случае когда мы можем заменить вот эту сумму на интеграм когда мы это можем сделать ну тогда когда расстояние между уровнем которое есть дельта мало по сравнению с типичным масштабом энергии будет здесь фигурирует а это есть на самом дельта поэтому если неравенство выполнено мы спокойно заменяем сумму на интеграм получаем обычное уравнение теории соответственно критический радиус вот так здесь стоит щель ну и причинам потенцией объем до этой полность состояния на кроме что будет если условия обратно можно сделать граммы такие эксперименты были когда размер шарика металлического заметно меньше чем критически тогда вот я написал по следовательности нескольких уровней энергии электронного пункта градусов и с расстоянием между ними вот это вот дельта ну опять же у нас есть всегда несколько энергетических масштабов мы решили что расстояние между уровнем берегов по сравнению со светопроводящей щелью в объеме в таком же материале мы однако же будем считать что это расстояние между уровнями молоко по сравнению с дубаевской энергией ну поскольку у нас имеется запас по крайней мере два порядка температура перехода 5-10 градусов на электронное взаимодействие дискретность спектра тем самым не повлияло было притяжение в объемном материале анализе тогда рассмотрим пару электронов которые сидят в одноморбитальном состоянии с противоположностью и с ними действует притяжение вот в простейшем образе в простейшей течение причина это притяжение лямбда безразмерная конституция помножить на постоянную теперь к каким наблюдаемым объявлениям может привести это притяжение здесь никаких сложных многочастичных но то что здесь существует это своеобразный эффект четкости если вы сравните энергию с четным и с нечетным числом электронов то нечетный грамм энергия будет выше но выручена потому что нет выгрыша за счет притяжения двух электронов выносит ну на самом деле более аккуратно надо еще учесть виртуальные переходы электронов из этого состояния более высоковыбужденные и окончательный ответ для этой задачи был получен другой смотрии был акинат стоит лучше энергия четности связанная с этой четностью о если дельф то это щель в объеме дельф троли обрушения это дефект не дадлся в очень малых алюминии путем измерения на интернете вводили иголку сканирующего раз, только верили ток и видали расположение уровней электроны теперь ближе к предмету что видно на интернете на этой системе ну вот скажем пару примеров сопротивления как функция температуры для гранулированных здесь температурный градус вот на что здесь можно обратить внимание здесь есть характерная температура да пленки отличаются толщиной есть что-то характерная температура вот здесь вот которая не двигается никуда в ней что-то происходит но что именно не происходит зависит от того, какой толщины пленки для более тонких это тоже вроде как что-то в сторону светловоливости но более менее при еще больше тонких пленках но я хочу сказать что характерная температура она не меняется это типичная для гранулированных пленок в которой это самая типичная температура где есть температура в которой отдельные градусы приходят все в водящий состояние а что наблюдается уже при измерении косметического сопротивления зависит от того насколько сильные или слабые контакты как лежать а то до этого был рисунок даже по поводу это какие были гранулированные да там тоже были гранулированные то есть это это такое не ну сейчас там вот да да значит бывает такое значит возникла сопровенность грамм начались в водящей пунктуации сопротивления стало уменьшаться при еще более низких температурах в директоризациях убедения такое было я не хочу сказать что есть количественная теория которая описывает эти метки ее очень заметно то есть они могут быть соответственно да да потому что это один случай по закону а в другом это зависит от ну поскольку у вас есть два разных масштаба как минимум на самом деле даже больше один связан с образованием совпроводимости вон три а другой со связью между собой а здесь могут быть самые разные а вот сравнение формулированных приводах и склошных по-моему было видно чем они отличаются вот здесь опять разрушена вот тут предыдущая страница формулированный свинец а вот это тоже свинец но другим образом принесенный на подложку таким что правила не образуется образуется не природная новость видите картинка совершенно другая здесь при уменьшении толщины сдвигается температура в которой развивается водящий перевод кто-то найдет но дальше уже свежающих переводов нет а есть наоборот подъемки часовой переход ну теперь это вот те же самые две картинки с самого начала и дальше возник вопрос что собственно контролирует этот переход какой параметр управляет возвращение в сопроводящие состояние к 9.4 то есть имеется такая ну как бы сказать не скажу теория умения или качественная картина что управляется это сравнением сопротивления нашей среды с квановым сопротивлением для заряда двоих ну то есть если заряд двоих у нас все электроны обсуждают нулированные плетки электроны спарены в клуберские пары заряд переносит в двоих 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 вот на этой картинке приведены данные из той же самой работы здесь указаны в которой была изучена куча разных пленок разных металлов разной толщины и здесь нарисованы вот черная точка показывает сопротивление при 14 градусах кельвина вот так выграно условно при 14 градусах кельвина сопротивление последнего церководящего роста а вот этим густым кружочкам сопротивление первого 9-3 всех ну то есть их меряют при 14 кельвина потому что одни стали эволюционировать в сторону сверхпроводимости и другие наоборот становятся теоретические ищут точку перехода ищут так что просто сравним последовательности кривой для разных образцов вот видят что с таким сопротивлением стал себя поводящим и он последний а если дальше уменьшать толщину то дальше получается теоретически поставить вверх взять другой образец другого металла пароль и угол так прошившего из данных образов а дальше мы говорят смотрите они конечно разбросаны но если провести прямую на уровне сопротивления 6,5 кг ну как-то все сопроводящие окажутся ниже а сперва все электрические окажутся выше наверное это означает что у нас тут практическое сопротивление да вопрос а вот на картинке на этой слева на второй слева вот все активы которые сначала а потом насыщаются они какими считаются это ну на это смотрели сквозь пальцы и считали их сопроводящими значит на самом деле как раз ровно в этом месте есть очень серьезная проблема которая проявилась чуть позже сейчас я про нее расскажу то есть конечно да вот если вот вот отсюда вот все будет вообще просто на самом деле оказывается что-то ну наши варианты значит может быть так я честно говоря не знаю где он стоит в конкретной электроне самое простое что можно было бы сказать но они просто не могли кладить свои электроны ниже чем что-то вот там так сказать на самом деле они имеют большую температуру поэтому ничего не имеется то есть как здесь было не знаю но в других экспериментах о которых я буду говорить точно не так а там много входит просто плата нет? нет есть хорошо проконтролированные эксперименты в которых тоже наблюдается такой платы но про них точно можно сказать что там нет никакого перегрева и что есть действительно настоящий физический а как его объяснить неизвестно мы как это скажем? ну ладно значит вот еще другой пример гранулированного это в данном случае трехмерный в случае образец довольно толстый в котором алюминиевые гранулы засунули в германии который при этих температурах диэлектр ну и вот например замечательная такая зависимость когда вы видите что температура растет довольно сильно а потом происходит циркулящий вот 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 они достаточно действительно не намерены но в общем вот дальше все выникает в клавице с в том же самом ремене германии с большим соединением между гранами в меньшей соответственно среде происходит совсем другое вот здесь опять же сопротивление на ритмической шкале обратный температур или точнее единиц на кориде ну и сопротивление температуры растет вот это предсточки относится просто к образцу без всякого воздействия а вот эти относятся к случаю когда вы положили довольно сильное магнитное поле и в принципе проводимость каждой гранулы уничтожить в результате вызывление осталось в порядке меньше вызывает ли это сообщение удивление почему собственно говоря разрушение сопроводимости подлинных грамотов привело к тому что время уничтожить разрушение сопроводимости мы вернулись к ситуации когда квант заряда это один уничтожить значит что поломовская радия которая определяет поведение владельцев стала четыре раза меньше она осталась маленькой но тем не менее она выдерживает то есть поломовская блокада движения заряда стала менее эффективной из-за того что квант заряда уменьшится ну вот теперь значит регулярные решетки из сопроводящих срамов это уже довольно давно в начале 90-х годов мы учились делать большие решетки из как правило из алюминия алюминия примерно в микронных размерах которые своими вот этими усами перекрываются соседние островки и на них производится туннельный контракт такая простая модельная система ну вот скажем имеется целая куча образцов с разными значениями ёмкости и связи между островками и для них тоже смешается поведение сопровождения конкурса температуры вот последователь сетей образцов сверхпроводящие сверхпроводящие вот этот большой пневмонской энергии электричества но посередине черных страж не не чтобы была какая-нибудь из этих плевых которая была плоской и соответственно спортивной ведет на себя довольно задача но вы обратили внимание что на первой картинке было не надо и вот здесь оно для процентристов критическом будет дальше что мы не понимаем что уменьшение и они просят и не прощение стремится а не относится к поскольку мы не понимаем что происходит нет теории так что я не могу ответить вопрос что я знаю я так объясню ну вот на этой картинке нарисована просто собранная данная по разным образцам вот здесь отношение зарядовой энергии например регистрационной связи в этой области есть сопроводящее состояние температура перехода у него уменьшается а здесь есть теоретическое состояние где сюда щели надо не отзываться в этой диаметике ну ладно вообще дальше можно сказать что при каком-то соотношении этих энергий примерно порядка 1 происходит переход ну вообще-то это естественно было бы ожидать что переход контролируется именно соотношением двух этих энергий сейчас но с другой стороны есть еще один параметр который я уже упоминал это сопротивление сетки в нормальном состоянии кладу сопротивления какое из этих двух параметров на самом деле управляет переходом ну что по этому будут теории совершен есть две разные теории сейчас я их немножко напишу Вот, по случаю решетки. Вот механизм. Суммируем я здесь по стравкам. И же это номера стравков и решетки. Вот это член, это энергия филосновской связи. Фи, это фаза параметров порядка на островке. А пол, это заряд островка. Ну, здесь, соответственно, стоит взаимодействие, то есть обратно мотаться и в костей. Оказалось бы все, что тут имеется при низкой температуре. Важно, что заряд островка и фаза параметров порядков, это величины, которые сопряжены, как координаты римпульс. Так что, взявшись за переменную, скажем, фазу, можно сказать, что у нас есть потенциальная энергия, а вот есть физическая. И дальше мы сравнём, решим иметь два этих самых энергетических масштабов. Здесь C. Как правило, здесь главная ёмкость контакта с соседними островками. C. Вот, соответствующие энергетические масштабы. Можно указать сложным образом, что если этот параметр X большой, то система макроскопически является диалектом. А если он малый, то она является другим. Значит, дальше что-нибудь сосчитать более-менее аккуратно там где-то в порядке единицы, в общем-то, неизвестно. Но два определенных случая мы знаем и, соответственно, делаем другую ситуацию. Из одного состояния в другое происходит, когда этот параметр примерно в порядке единиц. Что тут ещё? Ну, здесь такая ещё существенная металль решётка. Я уже сказал, что, в принципе, здесь есть много разных костей. У нас есть собственная ёмкость островка по отношению к земле бесконечности. Но она, раз в сто меньше типичного обоза, чем у неё есть контакты. Поэтому, в хорошем приближении, взаимодействие между зарядами на островках. Можно считать деморитмическим. А, с другой стороны, взаимодействие вихрей с предпроводящей пленкой, оно тоже деморитмическое. И вот пусть у нас есть дефекции в поводящем состоянии, в их точках, прямо подходим в округой точке. Параметр порядка меняется на другую. Если мы построим два экреа отдалённых электронного кондрома, и сочетаем, как свойственная энергия эта пара состоит, она тоже будет не ритмическая, но вплоть до очень большая. Это аналогия. Эта пара была использована в следующем смысле. Это идея Майки-Фишера, которая сказала, давайте мы будем думать, что губерские пары, которые несут заряды, и гифри, которые несут квад-платон, это объекты, дуальные, в другом отношении к другу. Ну то есть вот, что в этом углу? В мумерном образовании. Пи-хай, это тоже точная мига. Он сидит в каком-то, так сказать, квадратике, в центре квадратика, углы которого составляют инструкцию. Ну и зарядок, точная мига. Он живёт в инструкции. Хорошо. Значит, движение заряда приводит к электричественному току. И, да, вот это, есть вольер, вот это. А движение бихрейчика приводит? Движение бихрейчика в клубнике приводит к тому, что появляется напряжение. Движение. Если у нас задан скорость движения, там, это поток. Например, G с МВ, это поток бихрейчика. А это у нас поток. Значит, если мы предположим, что фазовый переход, в сверхгруднике, в котором, на самом деле, сверхповодящие в состоянии, против ленера могут быть, бихри должны стоять на месте. Здесь они могут двигаться, то возникает напряжение, а эти, в целом, это уже несколько сторонников. То есть, бихри могут, в принципе, возникать как конфликтуации, но они должны быть локализованы в режиме. То есть, естественно сказать, что сверхпроводника – это состояние, в котором бихри могут существовать, но не выключить. То есть, с какой стороны изолятор, в обычном смысле, это состояние, в котором локализованы электрические знакомые. А бихри, наоборот, двигаются совершенно свободно. И вот эта была идея, значит, сообщить, что изолятор как раз сверхтекучая, жидкостеланная из бихрей. Ну и из этих соображений, если мы еще скажем, что вот у нас их взаимодействия у них похожи, или организмические, чем кто-то из других, то вроде как фазовый переход нужно установить в точке, где сопротивление, оно просто. Идея, конечно, красивая, но реализовать ее, как бы сказать, и сделать этой качественной идеей количественную теорию довольно слухо. Значит, в пользу этой идеи говорит обстоятельство, что, в общем, очень часто переход происходит, то есть, направляющийся электрический, действительно, происходит где-то неподалеку от сопротивления и в общем, где-то в этом порядке. Ну, не точно, ну, может, и 6,5, а 8, или там 4, ну, в общем, где-то в этом порядке. Порядок начинок будет. Ну, кроме того, во многих случаях поведение сопротивления критического, разделяющегося эти два режима, оно вовсе не такое плоское, как идеально должно быть, оно само может сильно зависеть от температуры. В общем, если так полглазом лилить, то вообще похоже. Если повнимательнее, то я бы что-то не совсем... Перерыв, наверное. Перерыв. Маленький перерыв. Так, маленький перерыв. На левце состоится двух кусочков с 5 минут привёртых. Хорошо? 45-50, 35-45. Ну, хорошо. Сейчас я только... Ну... В общем... Давайте, может быть, ещё раз. Да-да-да. Чтобы с этим будет более естественно. Ну, вот. Спрашивается, может... Ну, вот эти два подхода, которые я пока успел... Смотрите, они выглядят абсолютно различными, как между собой не смертные. Можно ли их как-то свидать? Ну, оказывается, что... Ну, в общем, можно. Потому что... Есть такое важное обстоятельство. Вот я здесь, на этих картинках, свидал про ёмкость контактов, просвязывающих с Николом Смитой. Говорил, что она должна в точке перехода стать павлятором. Ну, при этом как бы подразумевалось, что это просто ёмкость, геометрическая ёмкость, так же, как самому механически властей. На самом деле, ёмкость сотенит себе ещё вклад, который возникает из-за виртуальных электронных переходов из-за того, что он задался опубликапой ПВЭРа. Вот такой вклад, который пропорционален нормальной проводимости контакта и обратно пропорционален щельцами. это означает, что сделать эту самую ёмкость слишком маленькой не удаётся, если у вас фиксирована проводимость контакта. поэтому практика возникает следующая. Если у вас геометрическая контакта достаточно маленькая, и геометрическая ёмкость контакта велика по сравнению со щельцами векторами суперпроводника, вы будете уменьшать контактанс и обнаружите, что оба эти два подхода приводят к переходу примерно в одном месте. с точностью до коэффициента сочетать его всё равно никто не умеет, а при этом лечена он будет при контактансе порядке. А если же аспирки большие и их исходная ёмкость малата в сравнении со щельцами то можно вполне обназначить то, что сопроводящие состояния выживет вплоть до контактанса, когда малого со щельцами. тем самым этот самый критерий фишинг будет нарушен совершенно просто. Но обычно эксперименты делаются в этой области если это очень внимательно не преградывается, они согласуются и с тем, и с другим. Ну ладно, это, пожалуй, я опущу саму десантку времени. вот этот самый кусок протонулированной системы и решётки я закончу на предмете, который ушёл по дороге в облинацию. вот из той же самой работы сделанной в дефте пара образцов близких критически но теперь они помещены в магнитное поле очень слабое приносит поток порядка кванта на ячейку в этой самой решетке в ячейке микронных размеров то есть кванта потока соответствует полянке гаусс . Вы видите, что при температуре есть какое-то там убывание сопротивление возрастания и то и другое выходит на полочку. а положение этой полочки меняется на несколько порядков при влиянии вот этого очень слабого магнитного температура не зависит а от слабого магнитного поля зависит от него а здесь, во время каком там паразитовом эффекте перегрева электронов говорить не приходится потому что если будет полперегрев то на такое поле никакого влияния на сопротивление не могу показать то есть имеется металлическое состояние металлическое в том смысле сопротивление при низкой температур конца температура не зависит откуда оно берется при том, что казалось бы у нас ничего кроме дверских паров этой степени электроны давно спали это есть некоторая загадка и никакой нормальной теории этого состояния нет единственное что да вот это еще другой эксперимент где аномальная фаза еще в гораздо более желудовомости существует парамет единственное что имеется это репутация о том что когда мы писали наш простой предмет вот этот мы здесь забыли о том что есть случайные заряды вот вот эти симметические нарисованы а вот диаметры при измени 2 а в диаметре всегда бывают буквализованные ловушки в которых садятся электроны значит все знают что они бывают избавиться от них это означает что в эту же самую конусскую энергию мы должны добавить еще какие-то паразитные исчезли случайные вот в тех теориях которые пока существуют в учетах этих случайных зарядов не было может быть это они отвечают за само металлическое состояние при очень низкой температуре но это ничего это положено ну вот теперь как раз уместно сделать перерыв потому что дальше это растает так вот 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 он Продолжение следует... 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 Значит, это константы порядка единицы. Алгарифм большой, потому что алгоритм энергии фермия определить на типичную частоту. Оцениваем его на частоте порядка дебаевской, когда начинает участвовать в деле формы. Ну, типичная оценка такая. Энергия фермия 5 дебаевская, энергия дебаевская, энергия 0,05. Поэтому алгоритм этот довольно большой. И в результате то, что осталось в клоновском отталкивании, мало. И оно может быть переселено поддержанием формы. Хорошо. Теперь, почему же в очень грязной пленке он может снова возникнуть? Простой ответ на этот вопрос так вот. Вот у нас есть взаимодействие между электронами в состоянии, опять здесь в пси, это собственное состояние электронов с учетом случайного потенциала. Потенциал взаимодействия от протеи происходит исполненно, но он заэкранирован на длина порядка межатомных. То есть этот потенциал коротворный. Правильно. Здесь R' это почти одна и даже точка. Теперь, если в первом приближении среднее от определения квадратных функций, это просто константный обратный объем системы. Однако, к этому первому приближению. Да, вот теорет этот ничь как раз и использовался при вычислении квадратных функций. Однако, есть два дополнительных следа. При большом контактном цикле он мало, он заберет единицы на G, но он есть. И кроме того, он еще содержал георганическую зависимость от разности числа таких двух электронов. А здесь Тау, например, снова другая. И этот на кусок был заэкранирован. Кстати, в меньшинстве его обратного логометра. А этот остался. Ну, на эти две диаграммы техники это выглядит вот так. А вот здесь нарисованы вот эти две рельсы. Эти горизонтальные. Это функции грида электронов. Движения между ними мы изучаем. А вот эта полумысленная линия Кулановского взаимодействия и они происходят из примесей, но последовательность вот таких блоков представляет собой диффузионный блок. Имеется, соответственно, два вклада. Вот здесь разные визионные футболкаторы. Вот здесь, вот эти, которые содержат, ну, нарисованные проявления, это куберские рельсы, в которых электронные функции грида смотрят по другую сторону. А вот эти пунктиры, это аналогичные лестницы, в которых электронные дырочные энергии, в которых электронные дырочные дырочные энергии. Ну, пожалуй, это я скорее пропущу, но обращу внимание на то, что вот при помощи синтеграммы можно выяснить поправку к температуре. И относительная поправка ТС в ТС, она выражается таким интегралом. И этот интеграл, на самом деле, представляет собой площадь. Это он пропорционален вероятности возврата электрона в ту точку, с которой он начал свое движение. То есть электрон в глянском груднике совершает диффузерное движение. Мы можем задать вопрос, вот пусть мы начали двигаться в какой-то момент из точки 0, какая вероятность того, что за время Т он вернется обратно? Что называется вероятность возврата. Вот эта самая вероятность определяется таким же интегралом, как такие здесь возникают. и пусть мы предназначим свои интегралы через весовую плату. Вот эта, собственно, вещь, это вероятность возврата за время единицы на пять секунд. А что? Теперь, ну, еще, может быть, одну минутку. Это просто наоблюсь на следующие аналогии. Вот личина, которая здесь возникает, она аналогична следующей. Мы можем рассмотреть. Ну, дальше, средняя плотность состояния металля стоят. Она спрашивается, а металль с триписями, она отличается вообще гвариацией? То есть, если мы сочетаем моркальное уровне состояние, она в каждой точке, в каждой энергии приступы, мало отличающей собой клубы. Личина этих клубы определяется тем же, что это самая вероятность возврата. И ее можно связать с такой важной... Эти клубы можно связать с такой важной величиной, которая называется портальной размерностью уголовной функции. Она будет вам существенно понадобиться на вторую цель. Вот как она определяется. Смотрите, вот плотное состояние здесь обозначено другой ню. Ну, и если я вот здесь вот в этом выражении, например, рассказываю, только один из функционалов си квадрата, е в точке r в этой функции, например, заданной энергией, это иметь локальное блокное состояние. Ну, а то, что написано здесь, это корреляционная функция подносить состояние на одну энергию, которая отличается на одну. Ну, а можно включать фрактальность, плотность состояния и целую образцу. То есть вот что такое фрактальность или даже мультифрактальность. Мы знаем, что среднее благосостояние в этих единицах будет просто единицей. В зависимости от момента благосостояния возникает зависимость от номера момента, но в нее входит некоторое складное число, dn, которое отличается от разменности пространства двойки, в данном случае, пространства, ну и, в частности, для самой простой, самой простой рекомендации, из второго блокного состояния, задерживает самую комбинацию из логарифма и обратного результата. Вот это произведение здесь. Благосостояние без индиффузии это есть, опять же, разменная комбинация. Хорошо. Значит, это все был разговор про малую поправку. Дальше... Фенкельштейн придумал, как эти малые поправки можно при этом суммируют. Ну вот, в более простой форме уравнение... Значит, это было, на самом деле, уравнение группы реномировок, которая определяет эволюцию константы взаимодействия лябда с энерго, притяжением уровня. Ну, в неспопрощенном виде это уравнение выглядит вот так. И этот член... Здесь это написано таким образом, что притяжение, соответственно, отрицательного лябда всегда отрицательным. Вот этот член минус лябда квадрат происходит от обычной куберовской лестницы. И, соответственно, если этого члена нет, то всегда у нас есть рост притяжения и образование сопроводящегося состояния. А вот этот член приводит к тому, что появляется критическая точка. То есть, достаточно сильное притяжение, большое исходное значение лябда вот здесь вводит систему сопроводимость, а более слабое превращается, по нечному счете, в отталкивание и после тренировки не остается. Вот ответ, который, получается, для температуры переход. Ну, вот это привально. Соответственно, для всей этой зависимости. Вывод, в таком смысле, следует, что при некотором критическом сопротивлении, которое в проводимости здесь, которое вообще никак не универсально, а зависит от параметров задачи, от времени пробега и от температуры перехода от скорости проводника, чистого вредения, вот этими параметрами когда определяется значение критического кондактора, при котором с температурой перехода обращаются. И это сопротивление, вполне важно показаться, меньше, чем в актуале. Ну, что, собственно, и было видно, например, на примере, даже в Германии, это критическое сопротивление было примерно два с половиной часов. и переход происходит из-за сопротивляющего состояния металлического. Теперь... Сколько, кстати, останется время первой версии? 15-12, ну, конечно, там есть. Хорошо. Значит, теперь я хочу... То есть, пока все было совершенно последовательно, и теория хорошая, когда мы с экспериментом согласуемся... Ну, вот, имеется вопрос, что происходит, если мы совсем близко найдем предыдущий, где температурный переход должна обратиться в угол. А... происходит там... вот что. Оказывается, что в зависимости с этой точки наша система, хотя бы, словно, была однородна, на масштабах выше, чем бюджетов. А... становится неоднократно. и... 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 хотя бы, какие, в общем, бывают ситуации в этих системах? Есть самые простые, например, тепловые ситуации, которые для сводящей пленки завершаются вот такой величиной вот здесь вот квадратик написаны. Это число и иначе говоря, относительная ширина области область светопроводящего перехода, в которой выкладывается на этот тип. Для двумерной пленки эта величина определяется вот таким параметом, то есть просто обратно на данную дотанцию. Так, вспомним, что вообще-то в принципе у нас температур перехода должна определяться вот таким равнением, в котором ядром здесь стоит зависит на весь парень. в том что считаем, что параметом порядка однороден. Я бы сам начал говорил, что нам нужно усреднить и получить те ответы, которые допустим. Однако это приближение. На самом деле мы должны учесть то, что порядок может образоваться неоднородным, а, например, он может сначала сделать какие-то переписки. не только сочетать как это происходит. Нам надо пойти дальше. То есть не только сочетать, как влияет на среднюю ядра, но и какой фунтура. То есть какое другую деятельность. мы должны вывести функционал юного голода улежного сверхпородника с учетом лонского взаимодействия, которое ослабляет поддерживать. Пока у нас здесь написано выражение самое обычное, в котором так... Самое отличное выражение для функционала улежного голода данного в котором дейта вот это был наш параллельный порядок, а на самом деле мы можем выразить свободную энергию до светлого винника через дейта поддельный на нем трейл множитель, который мы можем сосчитать в помощи тех же подъем а на фронтал мы видим, что тепловые футуации не изменить силы тепловой футуации, которая является правилом футуации, она остается той же самой форматной энергией. Теперь следующее вещь невозможно вывести как алгорную футуацию. Для этого надо примерно те же самые диаграммы, которые мы рисовали, чтобы найти давление перехода использовали 4 традиционные функции 50 уже не произведение двух 90 лестников. Как это технически делается не рассказывать не буду, это слишком слово, но грубо говоря, все дела заключаются лучше. Я уже упоминал, что сам этот эффект можно себе представить как то, что константа притяжения уменьшается на величину, которая пропорциональна вероятности возврата для электронов. Так вот, поскольку он репутирует павленки, которые примесили, естественно, что не случайно, эта самая вероятность возврата в разных точках, она тоже немножко разная. и это то, что удавается министерическими вакуациями вероятность квадрата. Вот они дают главный эффект. И то, что нам нужно, это сочетать их вклад в средний квадрат флуктуация флуктуации игрока. Так. И вот это ответ. Значит, С это как раз интегральное действие, которое определяет интенсивность этих квадратов. флуктуация уменьшается слабее, чем средний. И то, что приходит к следующей картине. вот тот же самый традиционал в котором все почти как обычно, только мы наблюдаем здесь некоторые выполненные члены, описывающие локальные флуктуации которые можно понимать как локальные флуктуации температуры периода. Это значит, что для того, чтобы определить где возникает сопротивляющая неустойчивость, надо, как обычно, рассмотреть рениализованную часть этого флуктарала выяснить, где возникает первое волевое собственное значение вот этого тропического функционала. Эта задача похожа на задачу про хвосты в области состояния управления Шри-Дюкер. Классическая задача, тропового давления проезда изучена. И вот какой получается здесь ответ. Что здесь нарисовано? Вот это центральное красное это самая зависимость средней температуры тропового перехода с против ленин. Когда мы находимся относительно далеко от критической точки. Есть тепловые тропового получаются до ширины для относительного размытия области перехода и знак моноскопический блок и вот здесь видите, когда J приближается к критической точки то, что было 1 на же квадрат набор становится большим. В окрестностях энергетической точки мы видим, что пространство эвакулации температуры перехода становится большим. То есть при понижении температуры у этих пространства должны ожидать, что сначала появляются какие-то локальные астропки, в которых уже образовалась. Но астропические вещи нет. И она должна образоваться, когда эти астропки станут достаточно удобно. с астропки 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 в температуру перехода и щели в спектре электроны в пленку то есть переносит данная предоставительность от х температуры измерения сопротивления а кроме того параллельно измерялась туннельная проводимость и по ней определялся через спектр вот видно, что в спектре при приближении к этой литической точке разброс этой щели сникальной палочкой дает нам разброс значения щели по системе чем ближе мы сюда двигаемся тем больше становится разнос привлекает биознодородное состояние так ну вот вывод измерения второй части что по большей части понятно что здесь происходит в связи с тем что в самой окрестности перехода имеется сложная задача проводимости в системе которая стала неоднородной изометископической функции и эта задача не решена теперь есть еще и другая проблема которую я здесь даже и не очень близко к критической точке эксперимент сообщает что на самом деле щелей таких достаточно неупорядоченных пленок нету есть плотность состояния неудача которая убывает в низких энергиях но на стоящих щель не много неудача оттуда это состояние это тоже наступает на коих неудача теории иначе теперь пора на самом деле заканчивать единственное что я хочу показать это есть отдельный сюжет и лишь недавно в связи с появлением графика можно выстроить систему которая будет представлять собой гумерный слой с относительно плохой проводимостью на котором сидят светопроводящие астракты можно задать вопрос когда эти светопроводящие астракты через нормальные слои но согласно впечатлениям такое может произойти даже в том случае когда эти астракты очень маленько будут в всей площади так такой эксперимент еще не было проверить но первый эксперимент сводил сюда в графене уже именно место вот тут нарисована пленка которая на него высажены островки олова но это правда довольно заметно площадь около и вот эти температурные зависимости сопротивления показывают что разные объемы соответствуют разному напряжению которые подаются на затвор меняют плотность электронной графики вообще можно сделать больше меньше но подъяснилось тем, что водимость в этой системе выживает даже когда микрофен доводится максимально близко к своей нейтральной точке относительно меньше всего даже в этом случае если выживает совершенно так ну ладно значит это уже самое в общем я думаю первую лекцию закончу спасибо 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 аплодис не сгибается это два разных организма то что я говорил сейчас в конце вот здесь про неоднородность сверху сверху поводящего состояния поводокритической точки это может казаться что это приводит к чему-то похожему на первую на самом деле это не так потому что похоже в том смысле что состояние оказывается сверху сверху оказывается не одно но это не похож на другом смысле что в первой части разговоров про системы в которых есть хорошо округленные строки проводящие соединенные туннельные здесь эта ситуация скорее похожа на что у нас есть грязный проводник в прошлом сопротивление мы на его местах задели углодящие островки и они через этот грязный проводник доводят между собой какими-то корреляциями это существенно более сложная задача как они нам это делают на решет туннельных контактах это не похоже какие-то первые результаты для такой системы у нас имеются но сейчас я хочу сказать что это общего здесь с первого сюжета то что возникает неодно но различия слишком велики так сказать от переносителей теории из твоего гостевата совершенно невозможно то еще вот если скажем задачку никто не дал заряд можно начинать сразу модель конкулировать изучить а можно не регулировать случайно бесплатно мы видим и видим что есть универсальность конечно одно и то же явление описывать начиная сразу а здесь говорится что не так да здесь не так потому что здесь здесь с инверсальностью трудно потому что есть дополнительный энергетический масштаб определяемый светопроводящий щели который маленький то есть можно вообразить что в идеальном смысле если бы мы могли подойти скоро угодно близко к то мы бы снова получили что-нибудь универсальное ну вот так как это можно вообразить но изучить это нельзя то есть эта универсальность если существует она проявляется при температуре микро-кельвина до которого добраться до чего можно добраться от канонения универсального еще могу спасибо еще раз спасибо 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 спасибо